Девушки отдыхают Донаши Менто В школе будущего спортсмена прозвали Пеле из-за того, что он постоянно неправильно произносил название клуба Бил В школе я постоянно дрался с детьми Просил их называть меня по имени, а они называли меня Пеле Как-то раз меня на два дня отстранили от занятий А потом вся школа начала называть меня Пеле До сих пор ненавижу то время, но сегодня мне нравится мое прозвище Его легко запомнить, оно метко и в любом языке запоминается легко Мое настоящее имя Эдсон Арантес Денесименто Его сложно запомнить, поэтому сейчас я больше люблю свое прозвище Пеле Он родился в 1940 году в Трес-Карасьонс в Бразилии И рос в нищете в Сан-Паулу Подростком он работал в чайных, чтобы заработать немного денег Первым, кто открыл в нем талант футболиста, стал тренер Вальдемар де Брито Он организовал ему просмотр в клубе Сантос И пообещал управляющим, что тот станет величайшим футболистом в мире Дебютное выступление Пеле за клуб Сантос состоялось в 1956 году В следующем году его поставили в состав основной команды И он стал самым молодым чемпионом в возрасте всего 16 лет Пеле не переставал удивлять своих фанатов непревзойденным талантом форварда За один сезон он забил целых 66 голов У меня было много предложений От Реал Мадрида, например В тот период меня также пригласили стать держателем акции Фиата И начать играть за Италию Но тогда я плохо знал законы бизнеса и сказал Агнелии, что никуда не поеду И останусь в Сантосе Играя за Сантос, за 19 сезонов Пеле забил 589 голов в 605 матчах Пик карьеры он достиг в 1969 году, забив свой тысячный гол Его он посвятил детям из бедных семей Бразилии Но самые запоминающиеся достижения ожидали Пеле на международной арене В своем первом международном матче в 1957 году Пеле забил единственный гол за Бразилию Когда та проигрывала Аргентине со счетом 2-1 В свои 16 лет он стал самым молодым игроком национальной сборной А спустя несколько месяцев уже выступал в чемпионате Кубка мира В финале первые из его двух голов назвали одним из лучших голов в истории Бразилия с легкостью выиграла в финале, а Пеле сдержал свое обещание отцу Он выиграл в чемпионате Кубка мира В начале 1962 года он получил травму Нужно знать, когда пришла пора сдаваться Я очень долго играл за бразильскую команду Мне только что стукнуло 30 И я никогда бы не победил в чемпионате мира в Мюнхене в 1970 году Мне кажется, что если бы я вышел на поле, то занял бы место футболиста Который мог бы действительно подняться и принести команде победу Международная карьера Пеле длилась на протяжении 15 сезонов За это время он выходил на поле 92 раза и забил 77 голов Благодаря Пеле бразильская команда выиграла 67 раз, а проиграла всего 11 Через 4 года после ухода из международного футбола Пеле пришлось принимать еще одно непростое решение В 34 года он ушел из любимого Сантоса После 20 лет успеха и международного признания Карьера звезды футбола, казалось, подошла к концу Но на следующий год Пеле решил не уходить на покой Ему предложили играть за Нью-Йоркский космос В Североамериканской футбольной лиге Помимо приличной зарплаты, Пеле привлекла возможность пожить в англоговорящей стране Там я смог освоить английский и дать возможность своей семье, сыновьям и дочерям выучить английский Потом я ради этого переехал в Америку Кроме того, космос платил мне побольше Сантоса Переход Пеле в космос тут же пробудил в США интерес к футболу Хотя звездный час Пеле остался в прошлом, он стал главной достопримечательностью лиги В 1977 он завершил карьеру, сыграв в показательном матче между Космосом и Сантосом Где он сыграл за каждую команду по одному тайму Прощание было эмоциональным, но достойным Мне очень жаль, потому что я обожаю футбол Это часть моей жизни, которую я теперь потерял Но футболисту важно уходить, пока он еще в хорошей форме Когда это возможно Конечно, я буду очень скучать по футболу Без сомнения, футболу будет недоставать зрелищности без игрока Который благодаря Сантосу вошел в историю спорта и показал США, что такое красивая игра Коротко о главных Безукоризненная игра бразильского футбольного гения принесла ему заслуженное прозвище «Король футбола» Но спортивная карьера Пеле стала лишь первым этапом на пути к званию легенды Уйдя с поля, он добился не меньшего признания в других сферах деятельности Он примерил на себя роль посла ЮНЕСКО и продолжил помогать любимому им спорту Так Пеле посетил огромное количество спортивных мероприятий, где он никогда не упускает возможность подчеркнуть преимущества игры Как известно, футбол объединяет людей Сегодня самая большая семья в мире Это наша футбольная семья ФИФА входит больше стран, чем в ЮНЕСКО Он также занимал должность министра спорта в Бразилии, где, к его мнению, всегда прислушивались Он всегда с гордостью рассказывал о положительном влиянии футбола на молодежь Спорт – лучший способ занять детей с улицы, а футбол – вообще лучший вид спорта в мире Он очень дешевый, и в него могут играть бедняки В этой игре все могут принять участие В этом весь смысл Везде по миру есть место молодежным чемпионатам Они приглашают меня к себе И для меня это удовольствие Пропагандировать футбол и привлекать молодежь к спорту – это страсть Пеле Он надеется, что увлечение спортом сможет пробудить в мальчишках интерес к футболу и занятиях В 1997 году его вклад в сфере спорта оценило британское правительство За свою любовь к футболу Пеле был посвящен в рыцаре ордена Британской империи Никто не сравнится с Пеле И произвести его в рыцаре со стороны британского правительства – это щедрый и замечательный жест Он первый иностранный футболист, удостоившийся этой чести Мне кажется, вся страна одобрит такой шаг Еще более самозабвенно Пеле помогает улучшить условия жизни в родной стране Он сам вырос в бедной семье и считает, что программы по поддержке молодежи в Бразилии Должны поощрять детей всегда добиваться исполнения своей мечты Я хочу дать спорту лучшее Мой брат меня дразнил, говорил, что раньше я был королем, потом стал министром А теперь хочу вернуться Но я ответил, что пришла пора что-то делать, что-то менять У Бразилии большой потенциал, но организация плохая Детям в Бразилии не оказывают необходимую поддержку Я хочу попытаться изменить это положение вещей По популярности чемпионат Кубка мира уступает только Олимпийским играм Пеле прочет пост посла страны на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро В 2008 году он отправился в Пекин на проходившие там соревнования, чтобы поддержать Бразилию Не только ради Рио, ради Бразилии, ради всей Латинской Америки Это очень важно, потому что существует огромное количество молодых людей, которых необходимо вовлечь в мир спорта Это также важно для самого Олимпийского движения, потому что это новая территория В Южной Америке никогда прежде не проводились Олимпийские игры Поэтому очень важно, чтобы первые игры состоялись в Рио-де-Жанейро В конце 2009 года Международный Олимпийский комитет объявил, что летние Олимпийские игры 2016 года будут проводиться в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа Впервые Южная Америка была выбрана местом проведения чемпионата, и хорошие новости были встречены в Бразилии с восторгом Олимпийские игры помогут продвижению компании Пеле по популяризации в Бразилии спорта А пока он без сомнения продолжит поддерживать благотворительные фонды, в том числе и детскую организацию ЮНИСЕФ Кроме того, футболист активно помогал ФИФА в кампании по защите водных ресурсов планеты Коротко о главных После ухода из спорта король футбола стал еще более востребованным человеком Для того, чтобы изложить свою историю успеха на бумаге, ему потребовалось целых 30 лет Наконец, в мае 2006 года самый знаменитый футболист Бразилии приехал в Англию Чтобы представить там свою автобиографию под названием «Я Пеле» Сотни восторженных поклонников встретили его у дверей Virgin Megastore Чтобы получить свою копию автобиографии и автограф Им досталась не только подписанная лично Пеле книга, но и представилась возможность посмотреть, что такое бразильское самбо Раздавая автографы и позируя для журналистов, Пеле выглядел смущенным, но счастливым Это дар Божий Здесь так много молодых людей Они хотят узнать побольше о Пеле Хотят понять, как Пеле добился успеха И я расскажу им о своей жизни Это в моих силах Поделиться с ними хотя бы частью того, что мне в свое время дали все эти прекрасные люди Несмотря на славу и богатство, которые принес Пеле его талант Футболист всегда находил время для своих поклонников Он держит на готове улыбку и с радостью раздает автографы или фотографируется с футбольными фанатами Он никогда не давал славе вскружить себе голову С начала своей карьеры более полувека назад он уже подписал сотни тысяч мячей, футболок и фотографий Такая открытость привлекает к нему все новых почитателей футбола И именно она вдохновляет многих молодых футболистов не сдаваться в погоне за мечтой Щедрость Пеле подает прекрасный пример многим современным футболистам Которые сегодня чаще думают о своем банковском счете Чем о верных поклонниках или даже, собственно, о футболе Сегодня молодые игроки слишком много думают о деньгах Они забывают о душе Сегодня, когда Манчестер Юнайтед или Реал Мадрид или Милан принимают новых игроков Новичок целует футболку, а на следующий день он переходит в другую команду и снова целует уже их футболку На это нужно обратить внимание молодежи Но все-таки у футбола всегда будет самая большая семья поклонников в мире Это без сомнения Верность Пеле мировому футбольному сообществу была удостоена многих наград Так, в апреле 2002 года Рио-де-Жанейро отметила успехи бразильской футбольной легенды Выставка под названием «Пеле. Искусство короля» собрала более 500 предметов из Бразилии, Нью-Йорка и Парижа Одним из главных экспонатов стали золотые бутсы На открытии бывший игрок и тренер Марио Загалло попытался охарактеризовать вклад Пеле в развитие игры Фактически из всех своих подвигов на поле он олицетворяет собой саму суть футбола Марио Загалло играл вместе с Пеле в чемпионате мира 58-го и 62-го годов А в 1970-м выступал в качестве тренера национальной сборной, которую Пеле в третий раз привел к победе Среди экспонатов выставки была подставка для чистки обуви, сделанная из рыбьих костей И я считаю, что начиная с того момента, когда у меня появилась эта коробочка, до сегодняшнего дня, Господь дал мне возможность быть примером для детей Каждый из них может стать Пеле у нас в Бразилии, если на то будет воля Божья Шесть лет спустя на новой выставке в Рио были представлены эксклюзивные фотографии, предметы и видео из личной коллекции Пеле Многие впервые были выставлены на публичное обозрение Самое чудесное в этом музее это то, что у нас имеются записи Когда мы попытались узнать побольше об игроках прошлого, как хотел мой отец, мы не обнаружили никаких записей А тут у нас есть все, и это самое важное, что мы оставим будущим поколениям В марте того же года было объявлено, что Пеле увековечит в камне Легендарный архитектор Оскар Нимеер подтвердил информацию о том, что он работает над проектом, посвященным Пеле, который обойдется властям в 9 миллионов долларов и будет поставлен в Сантосе Это 10-метровый в диаметре бетонный футбольный мяч, который будет соединен со скульптурой Один огромный памятник спорту Пеле легендарный бразильский футболист Для Пеле памятник явился олицетворением давней мечты Господь дал мне талант футболиста, а его наградил способностями архитектора Благодаря этому Бразилия победит, потому что мы всегда выступаем за нее Проект станет достойным памятником одному из самых заслуженных игроков в истории футбола В 1981 и 1999 годах Пеле был провозглашен атлетом столетия, но самый почетный титул он получил от FIFA Его назвали игроком столетия и выбрали одним из лучших футболистов 20 века Людей ценят за их достижения Никто не стал чемпионом мира в возрасте 17 лет Это удалось только Пеле Никто не становился трехкратным чемпионом мира за исключением Пеле Никто не смог забить 1283 гола, кроме Пеле Следующему величайшему футболисту придется побить все эти рекорды Тогда мы, возможно, увидим нового Пеле, но случится ли это, известно лишь Господу Богу В марте 2004 года футбольная комиссия FIFA удостоила Пеле чести составить список величайших современных футболистов Коротко о главных В свободное от бизнеса время Пеле уделяет своей семье Еще в 1966 году он узаконил отношения с первой супругой Розмари от брака с которой у него родилось трое детей Келли Кристина Эдсон или Эдиньо и Дженнифер В 1978 они развелись В апреле 1994 года Пеле женился на психологе и певице Осирии Лемос Сейксас Благодаря специальному курсу лечения в сентябре 1996 Осирия родила двойняшек Джошуа и Селесту Уйдя из большого спорта, Пеле решил стать актером и с тех пор более 40 раз появлялся в различных телешоу, сериалах и документальных фильмах В 1981 году он снялся в фильме «Бегство к победе», рассказывающем о военнопленных Кроме того, Пеле сыграл в таких фильмах, как «Точный удар» и «Простое чудо» а также во многих бразильских кинолентах А в 2004 году в «Свет» вышла первая картина, посвященная его собственным талантам Документальный фильм «Пеле навсегда» Он рассказывает о становлении великого игрока Это мой фильм Я очень рад его выходу Я благодарю всю съемочную группу и команду, кто работал над ним Ведь монтаж занял целых пять лет Теперь у меня есть доказательства для молодежи, для нового поколения, для моих правнуков Когда они вырастут, то захотят узнать, как я жил И у меня есть, что им показать Именно поэтому я называю этот фильм «Библией Пеле» В документальном фильме режиссера Анибала Масаини о жизни игрока рассказывает его семья и бывшие коллеги В картину включены видеоматериалы, уже ставшие легендарными Голы Пеле, которую он забил за свою 22-летнюю карьеру Это фильм, который может посмотреть каждый Он рассчитан на новое поколение поклонников футбола, что позволило Пеле обратиться непосредственно к ним Я считаю, что обращение к новому поколению прежде всего заключается в том, что нужно стремиться к победе Дело в уверенности в себе Многие матери, увидев фильм, поймут, что в нем есть послание для их сыновей И дело тут не только в футболе Многое построено на семейных отношениях и чувствах И об этом рассказывается в фильме Мне кажется, это очень важно Картина и заключенный в ней смысл является частью наследия оставленного королем футбола миру В 50-х годах мастерство Пеле сделало его интернациональной знаменитостью На его счету три победы в чемпионате Кубка мира и более 1200 забитых голов Без сомнения, Пеле является величайшим футболистом Бразилии и, возможно, одним из лучших спортсменов мира Для многих его бесподобная игра на футбольном поле и уникальная щедрость в обычной жизни останутся непревзойденными Субтитры создавал DimaTorzok